В 1974 году в Советском Союзе выходит кинокартина Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Группа экстравагантных охотников за сокровищами русской бабушки, сыгранных настоящими итальянскими актёрами, весело и непринуждённо переворачивало исторические памятники Ленинграда под присмотром блистательного капитана милиции Андрея Миронова. А спустя всего несколько месяцев сам Андрей Миронов в составе труппы Московского академического театра «Сатиры» отправляется в Италию. Грандиозный успех фильма, необыкновенно душевные отношения на съёмочной площадке позволяют быть уверенным – эта загранкомандировка тоже должна стать невероятным приключением. «Невероятные приключения итальянского академического театра» «Невероятные приключения итальянского академического театра» «Очень далеко, вот за окружной дорогой. Очевидно, самое дешёвое, что было. И у каждого был свой коттедж. И все коттеджи назывались как цветы. Эдельвейс, фиалка, незабудка, да. И вот мы туда приехали, вечер, и везде сразу зашторили эти самые окна, разложили асбест, поставили, значит, кипятильники, стали варить, значит, уху». У Александра Ширвинда никаких запасов с собой не было. Миронов сказал другу – еду не бери. «Итальянцы, мои приятели по фильму – душевные ребята. И примут, и накормят». «Да, точно». «Запомни, у тебя в Италии есть друг». «Спасибо». «Андрей, два друга». «Спасибо». «Три, Андрей. Если кого надо убить, напиши, приеду». «Сразу вот набирает, а, о, Сильвио, это Андрео. Как какой? О, сука». В общем, все 15 телефонов, его друзей и однокашников по картине, все послали нас. «Запомни это, деревенщина неграмотная». И мы без колбасы, без денег, без ничего. Вот, и, наконец, он дозвонился до соавтора сценария. А мы везли подарок от Эльдара, этому сценаристу, вот такую замечательную картину. Какой-то подлинник. И мы стоим, ждем, значит, это вот сейчас приедет. Подъезжает шикарный Мерседес, объятия, поцелуи, все, вот, картина. «О, Грация, Белиссия». «Куда?» «В Рим и в какой-нибудь подвальчик национальный, что была национальная кухня». «О, да, едем, проливной дождь». Я говорю, и вниз идет такая ступеночка, два таких уютных фонаря, что-то написано. Говорит, о, вот это... Мы выходим, а он уезжает. Мы просили довезти, он довез. Два знаменитых советских актера оказались на улице, в ночном незнакомом городе, без единой итальянской лиры в кармане. Мы входим в этот подвальчик, так, четыре столика, какие-то соломы, соломы, конечно, и в таких огромных, огромных этих вот деревянных таких чашек лежит хлеб. Вот такой, знаешь, огромный, как губка хлеб. И стоят все специи, специи, специи. И мы начинаем жрать этот хлеб, ну, голодный, ну, с утра ничего не ели, поливая всякими соусами. Потом, когда мы сожрали этот хлеб, приходит официант Андрюша, более-менее владеющий итальянский, говорит, что это нас не устраивает меню, это говно. И мы вот с такими животами от хлеба выходим обратно в этот Рим. Проливной дождь, а нажрались это острого соуса с хлебом. Знаешь, и вот этот стоп воды на трубах, представляешь? Ну, и дождь проливной дождь. И мы столичные гастролеры, премьеры похлебали этого дождя римского и поперлись, не зная куда. На самом деле все советские актеры, которым выпадала такая редкая удача, как поездка за границу, к тому времени уже отлично знали, что главное – взять с собой побольше еды. Кружку привозили с собой, кипятильник, открывали этот суп, лапшу куриную, заливали водой из-под крана и ели. Со своими собственными сухариками даже, которые привозили. И когда мы шли по коридору, возвращаясь там или со спектакля, или с репетицией, мы всегда чувствовали, как из каждого номера пахнет. У кого тушенка, у кого сгущенка, у кого что-то рыбное. Там, знаете, такой был этот завтрак туристы, его тоже разводили кипятком рыбу. Рим был не первым городом в итальянском туре театра сатиры. Гастроли начались в Венеции. Коллеги Миронова и Ширвинда по театру подготовились основательно. Поздно ночью труппа с огромными набитыми консервами-чемоданами оказалась на одном из знаменитых каналов. Никто не знал того, что нас будут грузить на гондолы. И вот эти консервы, и эти бедные гондольеры с этими чемоданами, это было жутко страшно и очень смешно. А гондольер ахнул, когда вот такие ящики, там, конечно, кроме еды была и водочка. И это все так тяжело было, что даже мы хохотали и говорили, неужели вы все это съедите, все, что вы взяли с собой. Гондольер говорил, не утонем ли мы. Но они доплыли. Но и это было еще не все. Визит советских артистов начался с маленькой, но вполне ощутимой для итальянского квартала катастрофы. Было поздно уже, пока мы в гондолах погрузились, пока мы приехали в эту гостиницу. Первое, что там произошло, все врубили кипятильники, и вырубился свет вообще напрочь. Следующим после Венеции как раз и был Рим. Город, на гостеприимство которого возлагали такие надежды Миронов и Ширвин. Пошел Андрюшка хоть владеет не такому, и мы куда-то там, значит, доползли до какого-то электрички, вот и зайцами приперлись в это бесток. Кругом все уже в Эдельвейсах, нажравшись колбасы и виолы, смотрят телевизор порноху, понимаешь? А мы голодные вот с такими животами, а вон там хлеб, очевидно, еще вырос. Сели, опять похлебали воды уже из-под крана. Вот это начало гастролей Академического театра. Затиры в Риме. Тот факт, что загранкомандировки не сахар, слышали многие. Но для большинства это все равно оставалось самым сильным, почти несбыточным желанием. В Советском Союзе командировка за рубеж часто была единственным способом увидеть другой мир. Мир, в котором, как тогда казалось, возможно все. Первое впечатление, когда мы с Любовым Валерьяновичем сидим на площади перед огромным магазином, полным электронной аппаратуры, там туда и видоки начались, и эти вот какие-то немыслимые аппараты с отстегивающимися колонками, какие-то этажерки с тюнерами, там какие-то аудио, видео, все. Мы сидели, и у нас истерика была, мы хохотали. И вот японцы эти, милые люди, маленькие, проходили мюмы и смотрели на двух идиотов таких, американизированных, потому что для них все европейские люди, это американские. Они смотрели на нас и показывали пальцами, смеялись. Почему? Потому что ему смешно было. Два здоровых мужика умирают от смеха. Это первое и самое яркое впечатление от Японии известный эстрадный артист Владимир Винокур запомнил на всю жизнь. В то время ни он, ни его друг Лев Лещенко даже и представить себе не могли, насколько разнообразно манящей может быть музыкальная и видеотехника. А почему мы умирали от смеха? Потому что мы приехали, у нас не было суточных, не хватало на эту аппаратуру. Вот. А ее было изобилие. И на этом островке японском мы понимали, что мы не можем купить эту странную аппаратуру, вот странную. И у нас началась истерика. И все-таки это был другой мир. Мир, который казался совсем не таким страшным и враждебным, как его рисовали за железным занавесом. Мир, который хотелось узнавать все больше и больше. Япония, Америка, Италия и, конечно, Франция. Увидеть Париж и умереть. Знаменитая фраза Ильи Иренбурга в советские годы приобрела сакраментальный смысл. Не побывать во французской столице было все равно, что не побывать за границей вообще. Но Париж оказывался совсем не так приветлив. В 1974 году здесь открывается неделя советского фильма. В центре внимания призер Московского международного кинофестиваля «Картина – это сладкое слово свобода». В составе творческой группы во Францию прилетает актриса, исполнившая главную роль в фильме – Ирина Мирошниченко. Что угодно, сеньоры? Сеньор Франциско Варгас? Да. Полиция, вы арестовали. Тогда она даже не предполагает, какую роль в реальности ей собирается отвезти Париж. Только она встречает в аэропорту. Сразу же представительство экспорт фильма, пресса, пресс-аташе, кто-то еще, кто-то еще, сажают, рассаживают по машинам. И такая идет вся, сразу она меня сразила. Значит, у нее такие рыжие были, мелким весом завитые волосы. Пиджак, юбочка в цветочек. Орищневые такие сапоги. И вот она вся такая свободная. Говорит, завтра у нас будет утром с вами такая встреча. Мы вас сделаем фото, какая вы есть. Потом мы вас отвезем, сделаем макияж. Потом сделаем голову. Потом оденемся вас в туалет французский. И проводим по Парижу. Залезем на Эфелеву башню. Всюду. Мы снимем вас во французской одежде. Ну, я понимаю сразу, поскольку сообразительная была всегда. Думаю, они хотят снять, какая я такая чувырла из Советского Союза. А рядом они меня там приведут в порядок. Дескать, и вот будет у нас а-ля парижанка. На самом деле мифы о том, что происходит за железным занвесом, существовали по обе стороны. И в нашей стране, и в капиталистической Европе. Парижанки были абсолютно уверены в том, что русские плохо одеваются, не умеют следить за собой, и уж, конечно, им не чета. У большинства советских женщин действительно не было и сотой доли того, что имели француженки. Но все восполняла фантазия. Вы никогда практически на фотографии не увидите одинаковых, одинаково одетых людей в Советском Союзе. А при этом все было в магазине, в универмаге тоже самое. Ты приходишь, купил, но каждый перешивал, переделал, отрезал, дошивал, лямочки, фигавочки. И вот этот процесс индивидуальности как бы необходим. Ведь в стране всего не хватало, даже красок. Волосы красили просто краской для меха, вы знаете, вообще ничего не было. Лак растворяли, какие-то рентгеновские снимки, и это был лак. То есть изобретательность в Советском Союзе была уникальная просто. В то же время в Советском Союзе уже появился экспериментальный цех дома моделей, работающий для советских вип-персон, посольств и жен глав дружественных государств. Это уникальное в мире содружество нескольких ведущих дизайнеров. Там начинала Слава Зайцев, вот там я начинала свою работу как модель. И вообще, когда выезжали за рубеж, наши актрисы, всем советовали одеваться от наших советских дизайнеров. Но что знали тогда об этом французы, которые поставили себе цель превратить Золушку из СССР в настоящую принцессу? Этот номер со мной у них не прошел. Потому что наутро я развесила Зайцевские туалеты, они у меня были суперкрасивые. Одно вечернее белое платье, вологодские кружева. Он не мог мне это ни продать, ни подарить, он мне мог только дать один раз выйти. Красоты несказанной. А сицевые какие-то вещи были очень красивые у меня. Они до сих пор у меня где-то есть. В общем, несколько туалетов. Я в номере на вешалке. Это все развесило. Привела себя в порядок. И вот я вся такая нормальная, стою, жду ее. Она вошла, посмотрела. Так, грим не надо нормально, голова нормально. А что это за вещи у вас? И вот так она, так глаза открылись, голубые, два глаза у француженки. А что это такое, очень красиво. И принесла такие два пакета. И что такое из пакета стала вытаскивать? Мятая. Я посмотрела. Говорю, что ты хочешь, чтобы я это надела? Она говорит, поняла сразу. Ну, нет, наверное, нет. Единственным французским нарядом, который Ирина согласилась надеть, было произведение Пьера Кардена. Ну, было достаточно много обложек, красивых, на разных точках Парижа, в зайцевских туалетах. И в одном платье Пьера Кардена. Тогда Ирина Мирошниченко вышла из сложной ситуации победительницей. Она не знала, что главное испытание в Париже ей еще только предстоит, когда она вернется сюда снова, несколько лет спустя. На еле она взлетела, а может, не взлетела, а может быть, на пальму с разбегом забралась. А вот для автора знаменитой пластилиновой вороны композитора Григория Гладкова французская столица чем-то особенным в жизни не стала. Единственное, что запомнилось, назойливый инструктаж соответствующих органов, который наложил отпечаток на всю поездку. Первое впечатление – пробки. И мы следили друг за другом, кто же первый сбежит. Когда мы остановились около Эйфелевой башни, и все высыпали, и все ждали, но кто же не вернется. Я сбегать не собирался. Зато именно из этой командировки Гладков привез в Москву практически настоящую французскую песню. «О Парри!» «Мон Парнас!» «Ноттердам!» Они говорят, какой у тебя прононс, за девять дней уже стал. Я говорю, я язык выучил. «Мишель, не трави собак, не топчи газон, это не резон, Мишель, не пожи за так, если не сезон, это же позор, Мишель, Мишель, Мишель». Тотальный контроль запомнили все, кто выезжал за границу в те годы. Советская Родина неотступно следила за каждым шагом своих граждан по свободной западной земле. Главное подозрение состояло в том, что несознательные творческие люди только и ждут момента, чтобы сбежать. Поменять счастливое коммунистическое будущее на загнивающее капиталистическое настоящее. Была такая шутка, которая была правдой. Директором Большого театра был Лушин Станислав Александрович. И вот в очередной раз, когда Большой театр возвратился с гастрольной поездки по Соединенным Штатам и не досчитался двух солистов, его пригласили, соответствующим образом, так сказать, компетентные органы. И говорят, Станислав Александрович, как же так? Что происходит? Вы опять приехали с минусом? Он говорит, ну мы так успешно... Он говорит, ну подождите со успешным выступлением. У вас осталось два человека опять. Он говорит, ну что я мог сделать? Он говорит, ну что вы могли сделать? Видимо, нам придется принять решение и прекратить поездки Большого театра за рубеж. На что Лушин ответил, ни в коем случае будем ездить до последнего. В то время поездки за рубеж, особенно в капиталистические страны, были доступны только избранным. Артисты Большого входили в этот краткий список счастливчиков. Спустя годы, когда железный занавес ослабнет, возможность увидеть мир получат сотни людей. Вот только мир к такому жадному интересу окажется совсем не готов. Впервые выезжая за пределы любимой родины, советские граждане понимали, что все, что они знают о мире, это не более чем миф, усиленно поддерживаемый отечественной пропагандой. Но и мир, как выяснялось, знал про нас немного. И когда железный занавес, отделявший СССР, стал потихоньку разрушаться, и Запад, и Восток в полной мере смогли познакомиться с неповторимой национальной находчивостью наших сограждан. Мы были в метро, нам выдали, короче, билеты, чтобы мы ездили каждый раз из района Гинза в какой-то район, не помню, где мы играли. Это были японские гастроли театра-студии Олега Табакова. Актер Михаил Богдасаров вместе с коллегами по табакерке пытались использовать каждую свободную минуту, чтобы погулять по Токио. Денег на такси не было, везде ездили на метро. И понятно, что мы эти билетики, которые нам выдали там на полтора месяца, мы там где-то за полмесяца мы уже все израсходовали. Ну, закончились билеты, ну, что делать? И мы решили, значит, бесплатно ездить. Вот. Ну, кто-то, конечно, покупал, но не мы. И вот, значит, мы каждый раз, когда мы направлялись куда-то, мы заходили на нашу станцию и просто проходили мимо контролера. И он настолько к нам уже привык, к нашей наглости, у нас было там, ну, человек 40, наверное, что, когда мы появлялись, их там один-два человека, они делали шаг в сторону, проходили спокойно. Для японцев русские уже сами по себе были какими-то невероятными персонажами. Несмотря на близость территорий, Япония только в конце 80-х наконец увидела все, что раньше только слышала о своих соседях. Балалайки, матрешек, водку и русских медведей. Это произошло на гастролях в Японии много лет назад. 86-й год, то есть там о русских никогда ничего не слышали. Дмитрий Куклачев, сын Юрия Куклачева, актер и режиссер знаменитого театра кошек, созданного его отцом. В замечательной первой гастрольной поездке в Японию ему было 11 лет. С нами работали Филатова. И у них был такой номер, медведь ездит на мотоцикле. Огромный спортивный зал, медведь выезжает на репетиции опробовать мотоцикл, поездил, 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 поездил. Что-то ассистенты там заговорились, и вместо того, чтобы уехать за кулисы, а так как там было довольно-таки жарко, были двери открыты. И медведь прямиком поехал на улицу. Все за ним. Медведь на мотоцикле ездит. С советским флагом по центру Токио. Японцы впали в ступор. Машины встали. Возникла огромная пробка. Спасло только одно. Что буквально в километре от этого места было кольцо небольшое. И он в это кольцо въезжает, и по кругу... Он же дрессированный. Он дрессированный, он все умеет, с российским флагом. Вообще профессиональные казусы за границей случались отнюдь не реже, чем бытовые. В основном это касалось съемок кинокартин. Известный сценарист и кинорежиссер Александр Бородянский, например, однажды приехал в Испанию в качестве соавтора, а стал актером. Там по сюжету была русская туристическая группа. Шесть человек, которые приехали в Испанию. И когда мы здесь собрались, я смотрю, мы все Куравлев, Газаров, там еще все лысые. Наши шесть человек. Я говорю, что это за пародия какая-то получается, что русские туристы все лысые. Давайте кто-нибудь пари. Апельсины на улицах растут. А может за ужины деньги нам отдадут? Как же без ужина? Да, как без ужина? Кирилл, у них же бесплатный завтрак, шведский стол. На целый день хватит. Тогда давайте без обеда. А? А говорят, давайте ты. Я говорю, давайте я. И в результате я там в парике снимался, и меня клеили каждое утро, потом отклеивали этот парик, потом на жаре я ходил, а парик мне такой сделали, я кино не видел. Такой шевелюристый, шевелюристый. И то есть я проклял вот это свое, как бы это предложение творческое. Рыба? Но известной испанской актрисой, снимавшейся в фильме, это сочетание стало поистине роковым. Ничего не получится. Почеко, почеко, потако. Все хорошо, только мне надо предупредить своих подчиненных. Без меня никак без родной матери. Хорошо. Ну что ж, хорошего-то? Да. Да? Да, хорошо. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Ничего. Она хотела изучать русский язык. Она такая доброжелательная была. И ей говорят привет, как по-русски привет, ей мат, слово матом говорят. Спасибо, ей говорят тоже слово матом. И она приходила и материлась с утра до вечера на съемочной площадке, думая, что она говорит по-русски, естественно. Никто. Группа, я говорю, ну как вам не стыдно? Группа давилась с усмеху, а она поливала, поливала, поливала. Ну ладно. И тут, здесь, приехали в Москву, например, в ресторан «Дом кино». И все забыли это. И вот она входит в этот зал ресторана, улыбаясь доброжелательных, говорит всем «добрый вечер». Но это совсем звучало по-русски по-другому. Впрочем, не всегда разница в национальном менталитете оказывалась комичной. Открывшийся мир был не так прост и заманчив, каким виделся из-за закрытой границы. В конце 80-х актриса Ирина Мирошниченко вновь приехала в Париж с гастролями Московского художественного академического театра. Снова грандиозный успех, цветы, автографы. Перед самым отъездом Ирина Петровна отправилась в магазин на Елисейских полях. И вот такой тигровый берет я меряю. И такие же перчатки. У меня вот здесь висит сумка. И там портмоне, в котором паспорт, обратный билет, все деньги, водительское удостоверение. И вот я меряю эту шляпку. И чувствую, что меня кто-то так толкнул. Даже мне показалось, что сказала Парно. Я говорю, ничего. Значит, все это все. Я это беру. Сумка. Что-то легко. Молния открыта, портмона нет. Сразу же. Паника. Эдемоа, помогите, помогите. Настоящая паника наступила чуть позже. Без паспорта Ирину из Франции выпускать отказались. И вот рано утром из отеля весь Московский художественный театр садится в автобусы с вещами и уезжают. У меня ни копья денег из отеля меня выписывают, ни чашки кофе, ни тебе завтрака. И все французы, которые мне вчера вечером подарили вот такие охапки цветов, никого нет. Вообще никого нет. Ощущение жуткое. Несколько дней известной советской актрисе предстояло провести буквально на улице. У меня на этой почве, на нервной, вот такая аллергия началась. Мне раздуло вот такое лицо. Я стала задыхаться. И я этот Париж возненавидела в тот самый. Мне никуда было идти, мне ничего не хотелось. Мне вообще ничего, хотела только одно – домой. Ирина помнит, что тогда ее выручила какая-то женщина из советского посольства, которая забрала ее к себе в маленькую квартирку. Но шок от того, что это случилось в счастливой, сытой Европе, так и остался. В голодной в те годы Москве такого просто нельзя было себе представить. Так называемое гостеприимство, французское, итальянское – это все позитура. Настоящее гостеприимство здесь. Я помню, когда перераз Марина Влади, Володя, привез ее сюда, они там на Грузинской, они жили. И лифтерша все время умоляла прийти в гости. Марина Влади понимала, что происходит в этой стране, и что такое здесь зайти в магазин, да. Вот, и наконец-то было неудобно, надо зайти в подвал спустились, и у этой вот лифтерши, значит, семья, рыба, икра, да. Это все, что ли? Борщ, водка, все. Говорят, что это вот за страна? Нигде ничего нет, да. Куда не зайдешь – все. Но к началу 90-х большинству казалось, что все как раз там. Особенно в одной далекой и практически сказочной стране. После падения железного занвеса советские граждане получили возможность поехать в самую невероятную, немыслимую еще совсем недавно командировку – в страну абсолютной свободы. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов к Соединенным Штатам Америки относится с родственными чувствами. В свое время его основные загранкомандировки были именно в эту страну. Но самое первое впечатление, а точнее удивление, он помнит до сих пор. В общем, мы знали про Америку в сто раз больше, чем они про страну. Я знал и Купера, и Драйзера, и Джека Лондона. Это классика американская. Я знал все их 50 штатов. Я знал цветок каждого штата. Птичку штата к этому готовились. Ихние семь сражений – Сан-Антонио, Сан-Джасинто. А Том Стаффорд очень хорошо знал Москва, Киев и Баку. И они считали, что это... Они даже не понимали. У них никто не преподавал ничего в школе про нашу страну. Любой советский школьник в знании культуры идеологического противника мог дать фору любому взрослому американцу. С американской литературой в СССР была связана детская мечта о свободе и приключениях. Спустя годы эта неосознанная мечта для многих становилась реальностью. Поехали в Америку в 86-м году, когда еще практически никто не ездил так вот в гости. И эта поездка решила нашу судьбу во многом. В общем, да. Вот именно благодаря этому виду, который здесь частично виден на этой фотографии, мы, в общем-то, решили для себя, вот в основном Ира решила, а я присоединился к этому решению, что мы хотим жить в Америке. Сегодня Александр Журбин и его жена Ирина Гинсбург фактически живут на две страны, хотя основным местом жительства все-таки называют Россию. А когда-то загранкомандировка за океан затянулась больше, чем на 10 лет. Когда мы приехали в Нью-Йорк, первые две недели, пока мы еще не сняли квартиру, нас приютил один наш приятель, он вообще владелец гигантской мясной лавки. И вот, значит, наш приятель сказал, ну, у меня есть там помещение прямо над мясной лавкой, поживите там. Ничего необычного в этом не было. Комичность ситуации обнаружилась чуть позже, когда выяснилось, что никто из друзей почему-то не может им дозвониться. Значит, а это был телефон фактически мясной лавки. То есть у нас там тоже был свой... Мы живем на втором этаже. ...ответвление, трубка, да. Вот. И, значит, ну, когда после семи звонили, когда лавка закрывалась, то, значит, попадали к нам. И один наш американец слушает, говорит, Александр, говорит, слушай, очень странная история. Я звонил там все время, говорит, это бутчер-шоп. Бутчер-шоп – это мясная лавка. Говорит, а вы композитор или вы мясник? Ирина же вспоминает, что это американское десятилетие стало цепью мистических совпадений. Как будто все желания юности, даже самые невероятные, вдруг неожиданно начали сбываться. Я, например, совершенно сумасшедшая, обожаю битвы. Мы вот живем рядом с Централ-парком и жили раньше совсем рядом с домом Дакуты, где до сих пор живет Йокоон, вдова Джона Леннона. И там находится знаменитая земляничная, воспетая имя Поляна. Мы пришли в Централ-парк, вот тоже. На земляничную Поляну. На земляничную Поляну с нашим внуком. Мы были такими гордыми, что мы с нашим внуком. Рубин тащил эту коляску, и это было замечательно. Так они открывали для себя новый мир. Но и мир, чужой, незнакомый, неизвестный, открывал для себя этих странных и ни на кого не похожих русских. В Испании заканчивался чемпионат мира по футболу. И нас прислали для психологической поддержки футболистов наших. Ну, наши сыграли в группе в последний раз ничью, как сейчас помню, с Польшей по нулям. И мы выскочили. Знаменитый Иосиф Кобзон в той поездке был с Леоном Аганезовым. Советских музыкантов после проигрыша сборной по правилам должны были отправить обратно в Москву. Но тренеры решили сначала угостить их легендарным испанским вином. И вот мы пришли в кабачок. Чистенький, аккуратненький кабачок. Товарищ с нами. Симонян, Бесков, Володя, я и Лева. Сели за стол, выпиваем вино. И там стоит на постаменте такой кабинетный белый рояль. И Никита Павлович говорит, «Алева, сыграет что-нибудь?» А Лева прямо с улицы в черной такой футболке, в джинсах. И у него на ногах такие колобашки, сабо такие были деревянные. Ну, в связи с тем, что он целый день ходил по Мадриду, полировал, так сказать, витрины. У него черные пятки запылились. И, короче, я говорю, он говорит, «Да неудобно, Никита Павлович». Он говорит, «Да чего неудобно? Что здесь простой народ, нормально. Сыграй чего-нибудь». Лева подошел к роялю и начал играть. Лева играет прекрасно. И Лева стал мне играть гранату. Там замечательное фортепианное, так сказать, аккомпанемент, вступление, все. Он стал играть, и я с волнением, значит, как перед каким-то ответственным концертом, стал петь эту гранату на испанском языке. Мы подошли с бокалами к нашему столу, а наши такие довольны, и хоть проиграли в футбол, но хоть что-то. И они спрашивают, а по-испански говорит наш товарищ. Они спрашивают, кто это? Он говорит, это наши ветераны, футболисты. И тогда один из них говорит, слушайте, если ваши футболисты так хорошо поют и играют, зачем вообще вы в футбол играете? Тогда за рубежом мы, в общем-то, были как бы невинные люди, которые попали из черно-белой фотографии в цветную. Правда, тогда мир имел возможность узнать только совсем немногих из граждан необъятной советской страны. Тех, кого выпускали за границу, посчитав достойными по всем статьям. Спустя несколько лет железный занавес рухнул. В открывшееся пространство хлынула толпа страждущих. И все быстро стало совсем по-другому. И тогда вот ассоциировалось это вот с чеховским рассказом, что это только можно увидеть через стекло. Ту жизнь. Она была полусказкой, полуявью, полумылью. Сотни тысяч человек получили возможность впервые побывать в далеком манящем мире по имени заграница. Без комсомольских путевок и парткомиссий, без унижений и ощущения неустанного контроля. Но так же ли они счастливы, как их предшественники? Те, для кого заграничные впечатления были не благодаря, а вопреки. В Нью-Йорке я хожу, как будто я по Москве хожу, я знаю, как заколок, тем более Нью-Йорк проще, чем Москва, потому что все линия, линия, и потом маленький островок. Это не сравнить с нашей Москвой. И уже не так давят небоскребы, уже ничему не удивляешься. На самом деле, сегодня недостижимая советская мечта осталась далеко в прошлом. Но странное дело, став доступнее и ближе, западный мир словно потерял какую-то неуловимую прелесть и остроту впечатлений. Возможно, именно потому, что он перестал быть мечтой. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...